ДОБРОТОЛЮБИЕ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ ДОПОЛНЕННОЕ ТОМ ТРЕТИЙ ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ ИЖДЕВЕНИЕМ РУССКОГО НА АФОНЕ ПАНТЕЛЕИМОНОВО МОНАСТЫРЯ Москва. Типа литографии Ефимова. Большая екиманка. Собственный дом. 1900 год. От Московского Духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва. 7 августа 1899 года. Цензор протоиерей Иоанн Петропавловский. БЛАЖЕННЫЙ ДИОДОХ. ЕПИСКОП ФОТИКИ В ЕПИРИЙ ИЛИРИЙСКОМ. КРАТКОЕ СВЕДЕНИЕ О НЁМ. О происхождении ранней жизни святого диодоха до епископства ничего не известно. На епископстве же он славился и жизни святой, и учением премудрым. Виктор епископ Утики, что в Африке, в предисловии к своей истории о мучительствах вандалов, Патрология Мини, том 58, писанной им около 490 года, называя себя учеником его, в честь себе ставить такое название, и прибавляет, что сей блаженный диодох достоин быть превознесенным всякими похвалами, так как он оставил весьма много памятников православного учения о догматах и жизни христианской. Почему надо заключить, что он процветал во второй половине пятого века и, может быть, немного не дожил до конца его, как можно догадываться из того, что в послании епирских епископов к императору Льву 457-73 годы значится и его подпись. Из его писаний до ныне известны два слова, одно на вознесение Господне, с изложением православного учения о воплощении Бога Слова, другое противориан. Сто глав подвижнических о жизни духовной из десяти предшествуются науказаниями последних пределов совершенства главнейших добродетелей. Из этих писаний его приводят свидетельства Сафроний, патриархи Русалинский, в своем окружном послании против монофилитов. Не раз ссылался на него и преподобный Максим Исповедник. О подвижнических его главах, которые мы берем в свой сборник, Блаженный Фотия отзывается так. Слово сие, то есть сто глав, премного полезно подвязающимся и для тех, которые долгим упражнением приобрели навык в деланиях, ведущих к совершенству, не представляет ничего неясного, потому что в таком случае знание, опытом приобретенное, легко нападает на след учения, предлагаемого словом. Собиратели же греческого добротолюбия в предисловии к всему слову говорят, что святый Отец наш, Диадох, был муж мудрый в деянии и светлый в созерцании. Это всякому желающему можно узнать из зашедшего до нас сохранности слова сего, которое он прекрасно составил, подчерпая духовную мудрость из долговременного опыта своего. И из божественных восхождений сердца своего. Разделив его на стоглав, он со всем тщанием раскрывает в них самые глубочайшие тайны желанной добродетели, преисполняя их притом частыми свидетельствами божественного писания и созерцаниями просвещенного верою разума. Можно сказать, что всем слове он оставил для всех следовавших за ним трезвенников и богоносных отцов образцовое учение о священном трезвении совместно со всеми добродетелями. Почему найдешь, что очень многие из них обращаются к всем главам как к самым верным указаниям истины? И приводят из них дословные свидетельства в своих писаниях отрезвения. Так делали после бывшего в приандронике палеологи собора Григорий и Симеон Солунский, Григорий Синаид, Святейший Каллист и многие другие, свидетельствуя кем о безукоризненности его учения. Святая Церковь чтит память Святого Диадоха вместе со всеми святыми, просиявшими подвижнически, в сырную субботу. На службе в сей день во второй песне поется «Пою и Диадоха, купна с Евстафием и Ювеналием отца Верховными». Блаженного Диадоха, епископа Фотики. Указание последних пределов или верха совершенства главнейших добродетелей. Предел или верх совершенства веры – есть бесстрастное погружение ума в Бога. Предел упования – приселение ума к чаемым благам. Предел терпения – невидимого, яко видимого, зря умными очами неуклонно стоять в терпении. Предел нестяжательности – так желать не иметь, как иной желает иметь. Пятое. Предел разумения – не ведать себя в иступлении или в всецелом устремлении к Богу. Предел смиренно-мудрее – решительное забвение своих добрых дел. Предел безгневия – великое желание не гневаться. Предел чистоты – чувства, непрестанно прилепленные к Богу. Предел любви – умножение дружеского расположения к тем, которые оскорбляют и поносят. Десятое. Предел совершенного изменения – сладостном вкушении Бога – вменять в радость прискорбность смерти. Того же блаженного диадоха епископа Фотики, что в древнем Епире и Лирийском. Подвижническое слово, разделенное на сто глав деятельных, исполненных ведения и рассуждения духовного. Первое. О трех добродетелях, которые как вожди должны предшествовать духовному созерцанию ума. Духовным созерцанием, братья, да предводительствует вера, надежда и любовь, а наипаче – любовь. Ибо те две – вера и надежда – научают только презирать видимое благо. А любовь самую душу через добродетели существует с Богом, умным чувством постигая невидимого. По естеству благ един Бог. Но и человек бывает благим через ревностное тщание о благих нравах, будучи изменяем в то, чем не есть по естеству. Тем, кто существенно благ, когда душа через ревностное тщание о добре не столько соделается сущей в Боге, насколько она по силе своей возжелает того, и деятельно взыщет, ибо сказано, будьте благи и милосердны, как и Отец ваш небесный. Когда и как начинается грех? Зла нет в естестве, и нет никого злого по естеству, ибо Бог не сотворил ничего злого. Но когда кто с похотением сердечным вносит в себя образ зла, тогда оно, несмотря на то, что не есть в естестве, начинает быть в таком виде, как возжелал всего тот, кто так делает. Почему должно со всем тщанием, непрестанно памятуя о Боге, не внимать обычным позывам на зло? Ибо добро, сущее в естестве, могущественнее зла, пребывающее в естестве, совне, через навык, так как то есть, а этого нет, разве только когда содевается. Все мы люди по образу Божии есть. Быть же, по подобию Божии, есть принадлежность одних тех, которые по великой любви свободу свою поработили Богу. Ибо когда мы не бываем своими самим себе, отвергаем себя, тогда бываем подобны тому, кто по любви своей примирил нас с собою, чего никто не может достигнуть, если не убедить души своей не увлекаться прелестями жизни самодовольной и самоугодливой. Как сделать, чтобы воля только на добро была всегда готова? Пятое. Самовластие есть произволение разумной души с готовностью, устремляющейся к чему не захочет. Такое произволение мы будем иметь готовым на одно только добро, если всегда благими помышлениями будем истреблять всякий злой помысл. Свет истинного ведения есть непогрешительно различать добро от зла. И тогда, когда то есть такое развлечение есть и по нему устрояется самая жизнь, пусть правый, путь правый, возводя ум к солнцу правды, Богу, вводит его в беспредельное то мысленное просвещение, как зерновением, верой и упованием, взыскавшего наконец единой любви. То, что правильно, должно исхищать из рук поносящих, то и попирающих, с безгневным воодушевлением. Потому что ревность по благочестию одерживает победу не наведением гневным, а облечением и убеждением любовным. Духовное слово вносит удовлетворительные убеждения в умное чувство, потому что оно, слово, действием любви исходит от Бога. Почему тогда ум наш без труда и тяжести движется в волнах богословствования, не терпя прискорбной и озабочивающей скудости светлых помышлений? В этом состоянии он свободно носится в многообъятных созерцаниях, сколько желает того действия любви. Доброе дело есть для беседы о Боге всегда с верой ожидать воздействуемого любови и умного просвещения. Ибо ничего нет скуднее ума, когда он без Бога берется любомудрствовать о Боге. Когда подобает приступать к беседе о божественных вещах, как тому, кто не просвещен в духе, не должно касаться духовных созерцаний, так и тому, кто богатно осеивается благодатью Святого Духа, не подобает приступать к беседе о них, ибо там скудость светлых помышлений облекает ум мраком неведения, а здесь обилие их не дает говорить, так как в эту пору душа, упиваясь любовью Божией, желает безмолвно наслаждаться славой Господа. Итак, к Богоглаголевым словесам, к беседе о Боге надлежит приступать тогда, когда замечается средняя мерность в возбуждении духовном. Ибо такая мера доставляет душе некий образ преславных словес, точно и ясно изображающих невидимые духовные предметы. Между тем, как в то же время вожделенное осияние духовное питает веру говорящего в вере, чтобы учащий первым вкусил от плода ведения, источаемого любовью, трудящемуся должно первому вкусить от плодов. А о даре ведения и даре премудрости, как каждая из них просвещает и как приобретается, девятое. Единого Духа Святого есть дар и премудрость и ведение, как и все божественные дарования. Но каждый из всех даров, как и из всех других, свое особое имеет действо. Почему апостолы свидетельствуют, что иному дается премудрость, а иному ведение? Ведение опытно, ощутительно сочетовая душу с Богом, на беседовании же о всем и других вещах духовных не подвигает души. Почему некоторые из любомудро проходящих уединенническую жизнь, хотя просвещаются в чувстве ведения, но к словесам о вещах божественных не приступают? Премудрость же, если она дается кому вместе с ведением страха ради Божия, что редко бывает, с любовью раскрывает самое внутреннее воздействие ведения, поскольку то ведение обычно просвещает воздействием внутренним. А это премудрость словом. Достигается же они так. «Ведение приносит молитвой великое безмолвие при совершенном беспопечении, а премудрость – нечиславное изучение словес Духа, наипаче же благодать всеподающего Бога». Десятое. «Когда душа в борьбе, молчать должно, а когда успокоится, тогда простирать беседу, обуздывая, однако, ж ум смиренным мудрием». «Когда душа гневом подвигается против страстей, ведать надлежит, что когда время молчать тогда, ибо то есть час брани, когда же увидеть то, что это возмущение молитвы или милостыни улеглось, тогда пусть уступает в лечении любви к изречению божественных словес, сдерживая, однако, ж крылья ума узами смирения. Ибо если кто не смирит себя крайне самоуничижением, то не может достойно разглагольствовать о величии Божием. Слово духовное хранит душу нечиславною, ибо исполняет все части ее ощущениям богатства света духовного, делает то, что душа никакой не имеет потребности в чести людской. Почему оно и ум соблюдает всегда немечтательным, изменяя, погружая его весь в любовь Божию? Слово же мудрости мирской всегда позывает человека к словолюбию, потому что оно не имеет возможности дать чувству опытно ощутить благо от себя, которое насыщало бы сердце, и взамен того дарит своим питомцам любовь к похвалам людским, будучи и самой изобретением людей тщеславных. Таковое свойство духовного слова Божия мы и сами непогрешительно познаем, если часы, в которые не имеем нужды говорить, будем проводить в теплой памяти Божией при беспопечительном молчании. Кто себя любит, тот Бога любить не может, а кто себя не любит по причине преизобильного богатства любви Божией, тот только воистину и Бога любит. Таковой никогда уже не ищет славы своей, но всегда одной славы Божией. Ибо как себе любивый естественно ищет своей славы, так боголюбивый естественно ищет и любит славу Создателя своего. В душе боголюбивой чувство Божие исполнено ищет свойственно в исполнении всех творимых Ею заповедей искать единой славы Божией относительно же себя, услаждаться смирением. Ибо Богу ради величия Его подобает слава, а человеку смирение, чтобы через него соделываться нам своими Богу. Что если хотим творить и мы, то, по примеру святого Иоанна Крестителя, радуясь о славе Господа, станем непрестанно говорить, ему подобает расти, а нам умолять. Видел я некоего, который все печалился и плакал, что не любит Бога, как бы желал, тогда как так любил его, что непрестанно носил в душе свои пламенные желания, чтобы один Бог славился в нем. Сам же он был, как ничто. Таково и не ведает, что такое он есть, и самыми похвалами ему изрекаемыми не услаждается, ибо в великом вожделении смирения он не понимает своего достоинства, но, служа Богу, как закон повелевает Иереям, с сильным неким расположением к боголюбию, окрадает память о своем достоинстве, негде во глубине любви к Богу, укрывая присущее тому похваление в духе смирения, чтобы в помышлении своем всегда казаться перед собою неким негодным рабом, как совершенно чуждому требуемого от него достоинства, по сильному вожделению смирения. Так действуя, и нам надлежит бегать всякой чести и славы ради преизобильного богатства любви ко Господу, столько нас возлюбившему. Кто любит Бога в чувстве сердца, тот познан есть от Него, ибо поскольку кто в чувстве сердца восприемлет любовь к Богу, постольку и сам пребывает в любви Божией, почему таковое не перестает в сильном неком рзении вожделевать просвещение в разуме и стремиться к нему с таким напряжением, что и на раз чувствует совершенное истощание самой силы костей своих, делаясь уже не знающим себя, но весь изменен и поглощен, бывая, любовью к Богу. Кто таков, тот и есть в жизни и не есть, так как еще странство в теле своем, душевным движением, в силу любви, непрестанно отходит он к Богу и странно приемлется у Него, ибо непрестанно горят сердце неистощимым огнем любви. Он по необходимости сердечно прилепленным пребывает к Богу, совершенно отрешившись от любления себя силой всей к Богу любви. Если говорит «Изумились Богу, ащели целомудрствуем вам» 2 Коринфянам 5, 13, 15. Когда кто начинает богато ощущать любовь к Богу, тогда в чувстве духовном начинает он и ближнего любить, и начавший не перестает. Такова любовь, о которой говорят все святые писания. Любовь плотская, не будучи связана с духовным чувством, как только представится, какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова. Но хотя случится потерпеть какое огорчение в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается. Ибо, возгревши себя теплотой любви к Богу, она тотчас возвращается к благому настроению и с великой радостью восприемлет любовь к ближнему, хотя бы и немало от него получено было оскорбление или понесен большой вред, потому что тогда сладости и Божию совершенно поглощается горечь разлада. Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возгрев прежде в чувстве сердца страха Божия. Ибо душа в действенную любовь приходит после того уже, как очистится и умягчится действием страха Божия. Страх же Божий со сказанным плодом от него никто не может прийти, если не станет вне всех житейских попечений. Ибо только тогда, как ум успокоится в полном безмолвии и беспопечении, начинает спасительно воздействовать на него страх Божий, в сильном чувстве, очищая его от всякой земной дебелости, чтобы таким образом возвести его в полную любовь ко всеблагому Богу. Так что страх есть принадлежность праведных, только еще очищаемых, в которых качествует средняя мера любви. А совершенная любовь есть принадлежность уже очищенных, в которых нет страха, так как совершенная любовь изгоняет страх. То же и другое бывает только у праведных действиям Духа Святого, проходящих добродетели. Почему и Писание говорит, «Бойтесь Бога, все святые Его», Салом 33, 10, где «Возлюбите Господа все преподобные Его», 30, 24, «давая нам ясно уразуметь, что страх Божий свойствен только еще очищающимся праведникам, среднею, как сказано, мерой любви, праведникам же, очистившимся свойственно совершенной любовь. И в них не бывает уже никакого страшливого помышления, а пребывает одно непрестанное горение и прилепление души к Богу действием Духа Святого, как говорит пророк, «Прильнула душа моя к тебе», Псалом 62, 9, «Как рана случающаяся в теле, если не прочистит их и не подготовить, как должно, не чувствует прилагаемых к ним врачами лекарств, когда очищенный бывает, чувствует действие лекарств, и через то приходит совершенное исцеление, так и душа, пока остается нерадивой и покрыта бывает проказою сластолюбие, страха Божия чувствовать не может, хотя бы кто-нибудь непрестанно толковал ей о страшном и неподкупном судилище Божием, а когда начнет действием полного в себе внимания очищать ее, тогда начинает чувствовать, как живительное некое врачевство, страх Божий, пережигающий ее, как в огне, каком действием обличения и таким образом мало-помало ощущаясь, достигает, наконец, совершенного очищения, при этом в ней, сколько прилагается любви, столько же умаляется страх, пока придет совершенная любовь, в которой, как сказано, нет страха, но совершенное бесстрастие, действием славы Божьей производимое. Будет же нам в похвалу похвал непрестанный, во-первых, страх Божий, а, наконец, любовь, полнота закона совершенства во Христе. Душа, не освободившись от мирских забот, ни Бога не возлюбить, искренно ни дьявола не возмерзит, как достойно. Попеченье о жизни сей лежит на ней, как тяжелое покрывало, и ум ее не может усыновить в себе в своем осем судилище, чтобы у себя самого ощутительно слышать безошибочный приговор суда совести. Почему всячески потребно удаление от мира? Что чисто, свойственное? Душе чистое, свойственное слово независное, рвение незлобивое и старание о славе Господа непредстающее. Тогда, когда душа чиста, и ум верно устанавливает свои чаши, как устанавливаются на весах чаши весовые, и трезвенным пребыванием в своем о всем суждении, как на чистейшем и неподкупном судилище. Двадцать. Вера без дел и дела без веры одинаково не могут быть одобрены. Верующему, чтобы доказать свою веру, должно приносить Господу дела. И отцу нашему Аврааму вера не была ли вменена в правду, если бы он не привел плода ее, сына своего, на жертву Богу? Любящий Бога и верует искренне, и дела вера совершает преподобно. Верующий же только, а не пребывающий в любви, и самой той веры, которая кажется имеющим, не имеет. Он верует с некой легкотою ума, не нося в себе действенного, устанавливающего его на едином, от веса преславной любви. Только вера, действующая любовью, есть великая главизна добродетелей. Не следует любопытно исследовать глубину веры. Исследующая глубина веры обуревается волнами помышлений, а созерцающие ее в простосердечном расположении, наслаждаются сладостной внутренней тишиною. Глубина веры, будучи водой изобвения, не терпит, чтобы в нее смотрели или ее узревали любопытными помышлениями. Будем же в простоте ума плыть по водам этим, чтобы таким образом доспеть в пристань воли Божией. Никто не может искренне любить или веровать иначе, как если он не имеет себя самого, а судителем себя. Ибо когда совесть наша тревожно бывает своими обличениями, тогда уму не попускается чувствовать благухание и примирных благ, то он тотчас же раздвояется сомнением. В силу предшествовавших опытов веры теплым движением вожделенно устремляется он к ним, но уже не может любовно восприять их в чувстве сердца по причине, как я сказал, частых угрызений, обличающей совести. Впрочем, если мы очистим себя теплейшей молитвой и вниманием, то опять улучшим это вожделенное благо, еще с большим опытным в Боге вкушением его. Как к видимым нами благом невольно как бы влекут нас телесные чувства, так к благам невидимым обыкновенно руководит нас чувство умное, духовное, когда вкусить божественной благости. Все вожделевает сродного себе душа, как бестелесное небесных благ, а тело, как персть от земли земных сластей. И так состояние опытно вкушать невещественно незаблудно достигнем мы, если трудами утончим перстное тело свое. 25. Что чувство естественное одно, этому научает нас самое действие святого ведения, просвещенный благодатью разум. преступлением Адама оно разделилось на два естества действия, но святым духом оно опять соделывается единым и простым. Этого, однако, никто не может увидеть в себе, кроме тех одних, которые в чаянии будущих благ охотно отрешаются от благ жизни сей и воздержанием иссушают всякое вожделение телесных чувств. Ибо только в таковых ум по причине полного беспопечения здраво и бодренно совершая свои движения может чувством неизреченно вкушать божественную благостыню и в то же время по мере своего приспияния сообщать свои радости и телу безмерным неким словом в любви, изъявляя свое обрадование исповеданием, говоря «На того уповало сердце мое и просветет плоть моя и добровольно исповедуемся» Салом 27.7 Таковое обрадование бывающее всем случая в душе и теле есть нелестное напоминание о вечно нетленном житии. Подвязающимся надо всегда соблюдать мысль свою неволнующуюся, чтобы он верно мог различать набегающие помыслы и различая доброе и богопосланное влага сокровищницу памяти, а непотребное и демонское извергал вон из влагалищ естества. И море, когда стоит покойно, бывает видно для рыболов до самых последних глубин своих, так что тогда не укрывается от них ни одна почти из движущихся там живых тварей, когда же она взволновывается ветрами, тогда скрывает в непроницаемой мутности своей то, что во время приятной тишины щедро давало видеть, отчего в ту пору искусство рыболовной хитрости у строяющих остается без дела. Это же случается претерпевать и созерцательному уму, особенно когда глубина души возмущается гневом неправедным. Очень немного таких, которые точно знают все свои падения и которых ум никогда не отторгается от памятования о Боге. Как телесные наши очи, когда здравы, могут все хорошо видеть до малейших комаров и мушек, летающих в воздухе, а когда бывают запорошены или влажны, чем покрыты, тогда, что велико и всегда им встречается, то видит, хоть слабо, а что мало, то совсем не ощущает чувством зрения. Так и душа, когда вниманием к себе прогонит омрачение, случающееся с ней от миролюбия, тогда и малые свои падения почитают очень великими. Слезы к слезам прилагают с великим благодарением, сокрушаясь о том, как сказано «праведно исповедуется имени твоему». А когда одержима бывает миролюбивым расположением, тогда, если совершит убийство или другое, что достойное наказание, чувствует еще немного, других же падений никаких и заметить не может, даже нередко почитает их за добродетелей и не стыдится жаром защищать их несчастное. Очистить ум только Духа Святого есть дело, ибо если не приедет крепший этот сильнейший, не поймает и не свяжет хищника того, то похищенный им никак не может быть освобожден подобает же всякими добродетелями более же миром душевным упокоивать в себе Духа Святого, чтобы иметь в себе светильник разума всегда светящим, потому что когда он непрестанно светит в сокровенностях души, тогда не только явно бывают в уме даже малые темные прилоги бесовские, но и бездейственные и неустойчивы, будучи обличаемы святым тем и преславным светом. Почему апостолы говорят «Духа не угашайте», то есть «не оскорбляйте благостыни Святого Духа злыми делами или помышлениями, чтобы не лишиться всепобедительного того светильника? Ибо непресносущный и животворный угасает пресемь Дух, но его опечаление или лучше отвращение оставляет ум наш ожестелым и чуждым световедение.